Великобритания выдала более 100 тысяч виз украинцам, бежавшим от войны в своей стране. Согласно плану оказания помощи дома для Украины, эти беженцы могут оставаться в принимающей британской семье до полугода, а потом жить и работать в Великобритании на протяжении трёх лет. Маргарита Олехнович поселилась в деревне Госфорд на северо-западе Англии. Всё было как в кино. Мимо нас проезжали танки и военные грузовики. Над головой летели самолёты. Это было очень страшно. До войны Олехнович работала в Киеве, в спортивном клубе. После бегства в Британию ей удалось найти работу в сфере финансов. Она надеется вернуться в Украину, однако сводки новостей о том, что российские силы продолжают свои наступательные операции, означают, что пока такой шаг был бы слишком опасным. Я надеюсь, что смогу приехать, когда станет безопасно. Об этом же мечтает и Татьяна Карпушина. Бывшая бухгалтер бежала с дочерью из Чернобыля. Я буду готова вернуться, когда буду уверена, что ничего не может случиться, например, с моим домом. Чтобы там моя дочь была в безопасности и всё было спокойно. Пока что всё, что остаётся женщине – искать трудоустройство в новой для неё стране. Сейчас я ищу работу. Я бы уехала домой в Украину хоть завтра, но я понимаю, что не могу. Там ещё опасно. Нехватка рабочей силы в Великобритании оставила незаполненными миллионы вакансий во многих отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство и строительство. Бизнес венит Brexit в сокращении числа работников из Европейского союза в Великобритании, а также глобальную пандемию COVID-19. По данным исследований Британской торговой палаты, сегодня 75% компаний испытывают трудности с наймом сотрудников. Менеджер отеля Ralph Baker Cresswell открыл двери своего дома для семьи Татьяны Карпушиной. Он считает, что украинцы, ищущие работу, помогают компенсировать нехватку рабочих рук. Я думаю, что это хорошая возможность для всех. У Великобритании есть свои интересы, которые также важны. Мы хотим помочь людям и благодарны Богу за то, что не страдаем так, как страдают они. Но факт остаётся фактом. У нас массовая нехватка рабочей силы, особенно в Нартумберленде, да и по всей Великобритании. И эта ситуация создаёт для украинцев новые возможности. Фёдор и Валерий Скрипник бежали из Украины с четырьмя детьми. Фёдор работает на стройке и говорит, что планирует оставаться в Британии как можно дольше. Мы планируем, в частности, найти хорошую работу нам обоим, платить налоги и после трёх лет, пока есть виза, получить возможность её продлить. А пока что украинцы, переселившиеся в Британию, надеются хоть минимально нормализовать свою жизнь. Для многих из них вопрос о том, вернутся ли они домой после окончания войны в Украине, остаётся открытым.